Разработка новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти является одной из приоритетных задач научного центра мирового уровня. Подобным объектом является Ромашкинское нефтяное месторождение, одно из крупнейших в Волго-Уральской провинции и одно из крупнейших в мире. Ромашкинское нефтяное месторождение расположено на юго-востоке Республики Татарстан, в Лениногорском районе, в 70 километрах от города Альметьевск. Программу по его разработке уже начал создавать научный центр мирового уровня Казанского университета. Вокруг Ромашкинское месторождение есть очень много запасов нефти, там в том же самом Доманике, это вот нефть плотных проводок, где нужно делать разрыв или поджигать на другую воду. И кроме того, есть нефть или, как говорят, вязкие, сверхвязкие нефти или природные битумы в пермских отложениях. Месторождение уже несколько десятилетий служит настоящим полигоном для испытания многих новейших технологий и передовой техники в области разведки недр, проходки скважин, нефтедобычи, которые нашли широкое применение не только на промыслах Татнефти, но и масштабах всей страны и за ее пределами. Напомним, что совсем недавно в Альметьевске прошел ежегодный нефтяной саммит Татарстана. Участие мероприятия приняли глава Татарстана Рустам Мениханов, руководители ряда федеральных ведомств, представители нефтегазовой индустрии, сотрудники научных центров и высших учебных заведений. В ходе работы специализированной выставки специалисты нефтегазовой индустрии представили главе Татарстана перспективы развития и свои передовые технологии. Мы выступали на холдинге у президента, получили поддержку. Мы по ромашкинскому месторождению презентовали проект повышения коэффициента измельчения нефти из ромашкинского месторождения. Этот проект был хорошо поддержан. Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалеев отметил, что в процессе осмотра экспозиции возник вопрос об эффективности разработки гигантского ромашкинского месторождения и использования для этого технологий, разработанных в научном центре мирового уровня. Сегодня они уже успешно применяются для оптимизации бурения новых скважин и эффективного использования старого фонда скважин.